Мало сегодня таких пар, которые прожили рукооборку больше полвека. Семья Князевых, речь о которых пойдет далее, вместе уже 60 лет. Сегодня они отметили бриллиантовую свадьбу. Своими воспоминаниями, секретом семейного долголетия Магдалина Александровна и Владимир Петрович поделились с нашей съемочной группой. Найти друг друга Владимиру Петровичу и Магдалине Александровне помогло, так сказать, общее дело, общие интересы. Всю свою жизнь они проработали в школе. 1951 год. После окончания педучилища и службы в армии Владимир начал преподавать военное дело. Рабочие будни, встречи с друзьями и, конечно, мысли о женитьбе. Во время прогулки по городу Володя вместе с товарищами решили заглянуть на творческий вечер учителей. Глядим, смотрим, на сцене тройка стоит хороших молодых девчат. И они поют песню. Я сейчас трудно мне сказать, какая это была песня, но потом она пела такую песню. «Зачем тебя, мой милый, я узнала? Зачем ты мне ответила на любовь?» Я подумал, что вот эти слова как раз относятся ко мне. И, значит, я на неё глазок положил. А ребята тоже самое подморгнули. Говорит, она нам больше всех нравится. Я говорю, а мне, не знаю, больше или нет. Короче говоря, я её дождался у выходной двери и предложил довезти её домой. Он давал открытый урок. А мы пришли. И вот я так глянула на него. И в мыслях, глядя на него, я подумала. Я говорю, с чему же он будет? Вот так я определил свою судьбу. Он определил, и я определила. Мы начали с ложки, с вилки, со стола. Расписались. Свадебного вальса у нас не было. Колец у нас не было. Расписались, пришли к сестре, попили чайку. Ну, вот и наша свадьба. До свадьбы они писали друг другу письма, которые Магдалина Александровна всё так же бережно хранит. На уже пожелтевших листочках осталась память о той любви, которую пара сохранила на всю жизнь. Она самая моя лучшая супруга к радости такой, что других никаких у меня и не бывало, и не думалось об этом. И мы с ней старались всю жизнь, все эти 60 лет старались ладить. Я думаю, что здесь сама она на меня не обидится. За 60 лет было пережито многое. Повидали, как говорится, всякое. Одной из самых больших потерь стала гибель 16-летнего сына. Но по воле судьбы боль этой утраты помогло преодолеть радостное событие. Через год у Князевых родилась дочка. Несмотря на трудности и проблемы, они всю жизнь были рядом. И их счастье в том, что 60 лет назад они нашли друг друга. Самое главное – понимать друг друга, прощать друг другу. И если один, как говорят, с огоньком, второй в это время должен быть с водичкой. И буквально пройдет пять минут, и все становится на свои места. И лишний раз взглянуть друг на друга, улыбнуться. А самое главное – улыбнуться. Улыбнуться. Может быть, головку на плечо положить. И это, конечно, сближает. И все проходит. А она умеет головку класть на плечо. Вот. И сразу, говорится, мнения уже, какие были негативные, улетучиваются. Я очень благодарна своей судьбе, что она послала мне такого человека. Не зря бриллиант считается самым ценным и дорогим камнем. Так же, как и супружеская жизнь, длиной в 60 лет она очень редка и ценна. Долговечный союз семьи Князевых по праву заслужил уважение и почет. Глава города лично поздравил супругов 60-летием совместной жизни. И в подарок преподнес паре обручальные кольца. Прочный семейный союз семьи Князевых – это живой пример для подражания современной молодежи. Ирина Птуха, Алексей Степанов. Новости ТВ. Рассказываем.